Команда девочек-футболисток из Красноярского района со второй попытки стала победителем областного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». В прошлом году заняли третье место, учли ошибки, сыгрались и теперь они триумфаторы. С первого класса их ведет тренер Герман Мишин. Для него главная мечта увидеть своих воспитанниц в составе женских крыльев-советов. Крыльев-советов – это все для нас. Это тот уровень, который мы хотим достичь и поиграть в суперлиге, попробовать свои силы. Для этого надо пройти все этапы, начиная с «Лето с футбольным мячом» и постепенно от ступеньки к ступеньке подниматься, добиваться результата. А если моя воспитанница сыграет за сборную России, я буду счастлив вдвойне. А у мальчиков 9,11 лет лучшей стала команда из Тольятти. Они одержали несколько волевых побед, уступая по ходу матча, не расстраивались, а наоборот действовали смелее. Мы так готовились пока что, так трениваясь, все ждали, пока дойдем до Самары, все хотели. После финальных игр Эдгар Мукаян, как и другие капитаны команд, которые вышли в финал областного этапа турнира «Лето с футбольным мячом», сыграли шоу-матч против ветеранов футбольного клуба «Крылья Советов». За команду школьников также сыграли и дети участников специальной военной операции. Ветераны могут научить, как правильно бить, как не переживать во время матча. Многому чему они могут научить, как правильно финтить. На областном финале среди зрителей есть и скауты из Академии футбольных клубов. Самые яркие игроки получают возможность заявить о себе, чтобы стать профессиональным футболистом. Каждый год несколько ребят получают приглашение именно после подвигов на полях турнира «Лето с футбольным мячом». Это не все просто так. Для здоровья это очень даже хорошо. Но и мы стараемся извлекать из этих вот игр, из этих турниров пользу для Академии. Всего в финал в четырех категориях вышли 24 команды. По шесть среди мальчиков и девочек от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. На протяжении всего лет они сначала играли на районном уровне, затем поднимались все выше, получая право представлять свои районы в финале. Так же, как и сам турнир, который организовали в 2009 году. Тогда соревновалось лишь несколько команд одного района, а теперь он стал всероссийским. И только в Самарской области в нем ежегодно принимают участие больше 30 тысяч ребят. Радостно, что с каждым годом он все шире, больше, большое количество форматов новых появляется. Помимо турнира основного, да, у нас же идут и игры в пришкольных лагерях, в спортивно-оздоровительных лагерях, проходят творческие и спортивные конкурсы. И в них тоже приняли участие более 5 тысяч детей. Победители старшей группы отправятся в Ленинградскую область на всероссийский финал. А лучшие среди младших команд примут участие в двухнедельной смене в лагере под руководством тренеров лучших академий региона. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok